Всем привет, ребята! Вы знаете, почти под каждым видео я замечаю комментарии, где вы спрашиваете, что там с моими муравьями. И поэтому сегодняшнее видео будет посвящено именно муравьям. Спонсор видео – моментальная лотерея Eggier, в которую выигрывают настоящие деньги. В игре 12 клеток. Открывай любую. В каждой лежат деньги. Где-то меньше, где-то больше. Выигрыш моментально зачисляется на счет. Остается только вывести удобным способом. В Eggier играют более миллиона игроков. Сотни тысяч рублей выплачиваются ежедневно. Прямо сейчас переходи по ссылке в описании и получи тысячу бонусных рублей на счет. Вот он мой формикарий. С ним все в порядке. Просто я не снимал какое-то время, потому что не хотел их беспокоить после того случая, когда я ошибся с увлажнением, и у меня погибла половина колонии. Но сейчас муравьи немного восстановили численность, и живут своей обычной жизнью. Вот королева сидит в своей комнатке, а вокруг нее крутится ее прислуга и солдаты. Вот муравей грызет семечку. А вот хранилище с семенами, где ползают смотрители и переворачивают эти семена, чтобы они не испортились. Кстати, вот они вынесли несколько семян на арену. Наверное, чтобы их просушить, а может еще по какой-то неведомой нам причине. А вот два муравья ухаживают за огромной личинкой, поглаживают ее и покусывают. Наверное, делают массаж, чтобы она лучше росла. А вот еще несколько личинок и куколок, которые уже потемнели, и скоро они превратятся в новых муравьев. Вот, кстати, смотрите, молодой муравей. Он гораздо светлее своих взрослых собратьев, но буквально через 2-3 дня он уже становится черным, как и другие. А вот еще один молодой муравей. Сразу видно, что он гораздо светлее своих старших братьев. Интересно, что муравьи почему-то держат своих куколок вниз головой. Вот, смотрите, один держит светлую куколку, а вот второй держит темную куколку. Так вот они и висят целыми днями на стенках ходов вниз головой. Не знаю почему. Вы знаете, я сегодня нашел свое первое видео про муравьев и пересмотрел его. Вспомнил, как это было. Как они приехали ко мне почтой, в пробирке, зимой, в конце января. Я очень волновался, как бы они не замерзли. Но они хорошо перенесли пересылку. С того дня прошел уже целый год и два месяца. Столько всего интересного произошло с тех пор. Кстати, за это время у меня ушла всего лишь половинка пробирки с семенами. Хотя мне говорили, что ее хватит на год. Это, наверное, потому, что я подкармливал их также разными тараканами и мясом. А помните то видео, где я бросил им паука? Его YouTube заблокировал, потому что счел слишком жестоким. Может, так оно и есть. YouTube виднее. Кстати, сегодня с утра я ел овсянку и решил попробовать угостить муравьев овсяными хлопьями. Это же, в общем, семена. И, по идее, им должно понравиться. Я взял одну хлопьянку и забросил на арену прямо перед входом муравейник. Муравьи сразу же обратили внимание на эту штуку. Они обступили ее и начали пробовать на вкус. А потом один из муравьев решил потащить овсянку в середину муравейника. Правильно, а то вдруг кто-то украдет вкусняшку. Я сначала думал, что они потащат ее дальше. Но муравьи, видимо, решили, что вкусняшка уже в безопасности и начали ее кушать прямо тут. Я думаю, им такой кусок на неделю точно хватит. В этом плане муравьи, конечно, очень выгодные. Много не едят. И вообще, мне кажется, что муравьи это самые простые и неприхотливые домашние питомцы. Почти такие же неприхотливые, как, например, растения у вас на подоконнике. Кстати, я не помню, показывал вам или нет, но я купил на Алиэкспрессе вот такой вот мини-пылесосик для клавиатуры. И теперь при помощи него убираю мусор у них в углу на арене. Правда, нужно следить за тем, чтобы там не было муравьев. Вот сейчас как раз один там что-то таскает, наводит порядок в мусорнике. И можно случайно его засосать в пылесос. Так что пока не буду этого делать. Кстати, спустя какое-то время муравьи все-таки затащили овсянку внутрь муравейника и раскромсали ее на кусочки. И даже, смотрите, королева вышла из своей коморки, чтобы откушать овсяночки. В общем, понравилась муравьям овсянка. А вот так вот я убираю у них пылесосом. Вон, смотрите, уже бегут любопытные варвары. Ну все, нужно заканчивать уборку. Ну что ж, ребята, я надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео про муравьев. Думаю, теперь я буду вам чаще их показывать. Ну а на сегодня все. Всем желаю удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok